Библейский портал экзегет.ру представляет Четвертая глава Евангелия от Матфея. Я для библейского портала экзегета читаю свой перевод с небольшими комментариями. Вот мы прочитали третью про крещение Иисуса, которое Он принимает от Иоанна. Я напомню, что крещение тогда совершенно не означало креста. Это был обряд омовений, примерно такой же, который совершало множество иудеев, но немножко с другим смыслом. Это было такое омовение навсегда. Вот то, что человек делает, чтобы посвятить свою жизнь Богу, а не просто избавиться от временной некой нечистоты. И, казалось бы, вот здесь, после третьей главы, хорошо бы сразу пятую. Нагорная проповедь, основное учение Христа, выраженное в каких-то очень ярких и запоминающихся таких высказываниях. Зачем нужна четвертая? Давайте подумаем. Наверное, она тут не зря. А потом, после крещения, Иисус был отведен духом в пустыню, где ему предстояло искушение от дьявола. Иисус постелся 40 дней и 40 ночей и, в конце концов, оголодал. Ну, а зачем? Смотрите, крещение принимается в любом случае людьми для покаяния в грехах, в знак очищения, в знак того, чтобы начать свое служение перед Богом. Но мы не будем сейчас обсуждать, зачем ее проходил Иисус. Мы об этом говорили к третьей главе, да, читая третью главу. Но в любом случае он не нуждается в каком-то, ну, знаете ли, вот искушении для того, чтобы проверить свои силы, для того, чтобы там очиститься от каких-то дурных помыслов и так далее. Зачем ему еще и поститься? Вот как? Какой смысл? Давайте вернемся к этому вопросу, когда мы немножко прочитаем, что будет дальше. Итак, он в пустыне, он голоден, 40 дней ничего не ест, между прочим. Не просто так голоден, а, в общем-то, умирает от голода. Тогда дьявол приблизился и стал его искушать. Если ты, Сын Божий, повели, чтобы эти камни превратились в хлебы. Ну и что плохого он предлагает? Голодный человек не вправе поесть? Чудотворец не вправе самому себе маленькое чудо сотворить? Вроде ничего плохого-то не говорит дьявол. Иисус сказал в ответ, написано, не хлебом одним будет жив человек, а всяким словом, что Иисус Господних исходит. Как он ему отвечает? А то есть, что же, не есть теперь? Загадочно. Но смотрите, вот дьявол ему, собственно, предлагает, давай ты подумаешь о себе, позаботишься о себе. А Иисус говорит, не это главное. Даже вот в ситуации крайнего голода, даже в ситуации, когда, ну, любой человек скажет, что абсолютно необходимо позаботиться о себе, абсолютно необходимо поесть после 40 дней поста. После это не значит, что он не ел там мясо, молока, яиц, да, как сегодня у православных это выглядит. Значит, он вообще ничего не ел. Ну, не пил ли он, трудно сказать, 40 дней не пить, человек не в состоянии, но, по крайней мере, это что-то гораздо более жестокое, чем современная практика поста. И получается, что, да, вот он не для того пришел, чтобы заботиться о себе. В конце концов, в этой пустыне он получает какой-то опыт, который требует вот этого предельного уничтожения своей самости, своих желаний, даже самых естественных, самых невинных, простой голод. Тогда дьявол переносит его в святой город, ну, Иерусалим, и ставит на самый верх одного из храмовых строений со словами «Если ты сын Божий, бросься вниз». Ведь написано, ангелам своим даст повеление о тебе, чтобы они тебя понесли на руках, и о камень испоткнулась твоя нога. Дьявол очень логичен. Ты любишь Писание, говорит он. Ну, вот в Писании же написано, давай проверим. И я тебя переношу, говорит он, ну, я как бы условно предполагаю, что он это говорит, переношу тебя не в место, где там много еды, воды, удовольствия, а вот прям в храм, в самое благочестивое место ты молишься, ты постишься. Ну, давай вот вместо молитвы перенесемся, и там это все явится с особой силой, и мы увидим, что и Отец тебе отвечает вот тем же, да, то есть ты все ради Него отложил, но и Он все восполнит, и там, где ты можешь себя убить, бросившись, Он ангелов пошлет немедленно, а если не пошлет, ну, разобьешься, да, с высокого строения бросившись вниз. Иисус ответил, так же написано, не искушай Господа Бога твоего. То есть человеку очень легко выстраивать отношения с высшими силами по принципу я тебе, а ты мне. Я 40 дней постился, а ты меня от смерти спасешь. Я тебе много жертв принес, много молитв произнес в твой адрес, ну, и ты мне там пошлешь, я не знаю, в дачу на охоте, жену хорошую, детишка побольше, еды повкуснее и так далее. А вот нет. А Бог даст то, что нужно, но не проверяй это. Не делай безрассудных поступков, из которых Бог тебя при помощи ангелов должен как бы вытащить, да? Ну, ладно, с Богом не получилось, тогда что ж, может быть, что в этом мире получится? Тогда дьявол переносит его на очень высокую гору, показывает все царства этого мира в их славе и говорит ему, все это я отдам тебе, если поклонишься мне до земли. Сколько можно хорошего сделать, если обладать полной властью над всеми царствами? Вот на секундочку задумайтесь, в нашем времени, вот, допустим, нам подчиняются все президенты, парламенты, короли, там, султаны, шейхи, неважно кто. Слушайте, мы столько остановим войн, уничтожим несправедливости, накормим голодных, вылечим больных, распределим ресурсы, да? Ну, это же здорово, причем не то, что мы себе там карман набьем, да, а мы во благо человечества, это же прекрасно. Ну, только дьяволу надо поклониться. А почему? Ну, вот у Луки есть параллельное высказывание, потому что все это мое, говорит дьявол, это все мне отдано, я этим распоряжаюсь. На это Иисус отвечает ему, прочь сатана, вот как написано, «Господу Бога твоему поклоняйся, чти его одного». Эх, не вышло. А почему не вышло-то? И зачем было нужно самое главное? Вот что Иисус такой нетвердый в вере, да, был, что нужно ему пройти через испытания, в состоянии крайнего голода, истощения, вот осознание собственной слабости человеческой. Вот уже умирая, он должен сопротивляться сатане. Не знаю, я не думаю, что это какое-то испытание для укрепления, что это вот что-то такое, что позволило ему выйти на проповедь, на служение, а без этого бы не удалось, да. Не думаю, что это так. Но вот если мы всерьез воспринимаем Евангелие и считаем, что он действительно Сын Божий, который пришел в этот мир для того, чтобы его спасти, он пришел не с парадом на торжественном каком-то шествии, на главной площади города. Вот очень часто люди воспринимают хорошо всякие моменты торжества, славы, удачи, и стараются не думать о слабости, страдания, искушении в конце концов. А он сразу погружается вот в стихи этого мира. И что испытывает человек, когда он в этом мире живет? Материальный недостаток. И вот крайний материальный недостаток – пост, отказ от пищи и желание что-то съесть. И вот хочется, и даже есть способ превратить камни в хлебы. Но не для этого ты пришел. Дальше. Может быть, не менее страшный голод – это голод о Боге, голод о отце. И давай вот тоже попробуем, говорит ему сатана, попробуем так вот крайне оголодать, чтобы отец вмешался. Вот чтобы ты был готов погибнуть, но он бы тебя спас. Но и не для того, чтобы устраивать веселые аттракционы, развлекаться. Ну и, кстати, конечно, надо сказать, что если бы он в храме при всем стечении народа, всех священнослужителях, вот на руках ангелов бы явился, конечно, бы все его признали как мессию. Больше никаких бы не осталось сомнений. Вот и это не выход. Ну и, наконец, политика или общественная жизнь, вот тоже мы все в нее погружены, даже когда мы не осознаем, и когда не хотим этого. И вот, казалось бы, тут можно тоже много чего добиться, но и не для этого. То есть для того, чтобы, вот как у нас сказано в прошлой главе, да, образ такой есть, провеивать зерно обмолоченное, для того, чтобы зерно отделить от Мекины, нужно, чтобы Мекину выдуло. Вот Мекину выдувает. Не для чего пришел Иисус, не для обеспечения материального благополучия себе и другим, не для создания какой-то очень мощной убедительной религии, которую все немедленно примут, не для политической власти над государствами. Потом все время будут от него хотеть одного, другого или третьего. Но для чего-то другого. А вот для чего об этом все остальное Евангелие? Тогда дьявол оставил его в покое, но и велись ангелы и стали ему прислуживать. Вот тогда, когда зерно вылащено из Колоса, и Мекина выйдут ветром. Когда Иисус услышал, что Иоанна схватили, это Иоанн Креститель, о котором прошло в главе, но здесь подробно не будет об этом, в другом месте, он отправился в Галилею, своя родная, собственно, область в Святой Земле. Оставив Назарета, Назарет – это совсем маленькое селение, он поселился в Капернауме на побережье, Капернаума побольше, в общем, довольно крупный поселок, «В краю Завулона и Нефалима». Так исполнилось предсказанное через пророка Исаии «Земля Завулона, земля Нефалима, что на пути к морю из Иордании, языческая Галилея, народ, сидевший восьми, увидел великий свет тем, кто обитал в краю смертного мрака, воссиял свет». Ну, это пророчество из книги Исаии, и, соответственно, здесь у нас говорится о том, что какая-то окраина, какое-то далекое место, где, казалось бы, ничего хорошего не должно произойти, но и там этот свет воссияет. Вот смотрите, пустыня, потом Галилея, Галилея – это окраина, потом будет Иерусалим. Вот такое постепенное движение к людям, к толпам, к славе, к величию, которая закончится, ну, мы знаем, чем. Тогда Иисус и начал свою проповедь. «Покайтесь, Царство Небес уже близко». Смотрите, в пятой главе будет подробная Нагорная проповедь. Но вот для чего, собственно, он пришел? Вот самая главная мысль. И ведь очень похоже на то, что проповедует Иоанн Креститель. Пока еще ничего к этому не добавлено. Он выглядит практически как ученик Иоанна. Принимает от него крещение, потом вот этот его пустынный опыт, который, в общем, как бы готовит его к служению, и потом он перерастает, и это очень быстро, в пятой главе, и в шестой, и в седьмой, где Нагорная проповедь мы видим уже, как он говорит, совластью, как он говорит, вот как тут устанавливает, а не тот, кто толкует. Но это будет дальше. А вот опять-таки это некоторая постепенность, и это такое вот умоление, когда он не торопится заявить о себе как о царе. И он начинает собирать учеников с этого момента, потому что основное слово уже прозвучало, а подробности будут дальше. «Проходя по берегу Галилейского моря, он увидел двух братьев, Симона по прозванию Петр, кстати, он потом ему даст это прозвание, его брата Андрея, они забрасывали в море сеть, ведь они были рыбаками, самый обычный быт самых простых людей. И говорит им Иисус, «За мной я сделаю так, что вашему лову вместо рыб будут люди». Такое парадоксальное немножко высказывание. Это как мы будем ловить людей? В рабство их, что ли, продавать? Вот с самого начала это бытовое, в которое врывается что-то мистическое, что-то невероятно глубокое, высокое. И все меняется после этого. Они сразу же оставили сети и пошли за ним. Представим себе эту ситуацию. Нет бы сходить, проститься, да, кстати, надо же сети привести в порядок, а не после рыбной ловли, там, трава в них застряла. Наверное, рыбу какую-то поймали, нужно еще и рыбу эту продать или приготовить и съесть. Нет, нет ничего более важного, чем последовать за Иисусом. Пройдя еще дальше, он увидел двух других братьев. Иакова, сына Заведея, вместе с его братом Иоанном и отцом их Заведеем. Они в лодке чинили свои сети. Вот быт рыбаков одни еще ловят, другие закончили и начинают заниматься починкой сетей. Там их, может, зацепилось, где-то что-то порвалось. Он позвал их, они оставили в лодке своего отца и пошли за Иисусом. Не только сети, но и отца. Вот приоритеты, да. Так он ходил и проповедовал у них в синагогах по всей Галилее, возвещал Евангелие Царства. А что это такое? А вот Царство Небес уже близко. Исцелял в народе всех, кто страдал какой-либо болезнью и недугом. Слух о нем прошел по всей Сирии. Но Сирия – это большая римская провинция, которая включала иудею, но при определенном подходе, можно было по-разному это воспринять. К нему стали приносить всех, кто страдал от всяких болезней и припадков, кто был одержим бесами, эпилептиков и парализованных. За ним ходило множество людей из Галилеи, из Десятиградии, из Иерусалима, из Иудеи, из Айордания. А еще прежде, чем прозвучала Нагорная проповедь, ну, понятно, что мы не о хронологии событий, а о логике повествования рассказываем, за ним же ходят толпы, он уже известен. Вот люди очень часто выбирают себе авторитетную личность, какое-то учение, которое им нравится, и еще прежде, чем они поймут, что это, куда это, как это, что с этим делать. Вот популярность, да? Ну что ж, значит, здесь будет так. А в пятой главе будет сказано уже намного больше, намного подробнее, но для тех, кого привлекла это самая первая, самая простая проповедь, покайтесь, царство небес уже близко, потому что если она не привлекает, ну, бессмысленно говорить все остальное.